Ну вот видишь, все же добились мы. Слава Богу. Володя, приветствую, Володя. Есть вопрос, Игнат Тихонович, такие горячие прям. А ты знаешь, что у нас все записывается, выставляется в интернет, ты не против? Нет. Давай, дорогой. Первый вопрос, вот в чем польза благотворительности? Во свете Библии, на примерах каких-то из жизней, что она дает человеку благотворительность? Ну что слово самое говорит? Благотворить. Творить хорошо, в этом вся жизнь. Это выявится на страшном суде. Делающие, напоившие, накормившие, посетившие, это благотворительность. Подадите направо. А это левые, все коммунистические партии, только грабить, грабь награбленная. Которые не делают этого. Что это дает? Внутреннее удовлетворение. Ты всегда надеешься на Бога. Господь говорит, что милостыни и молитвы Корнилии пришли на память перед Богом. Это милостыни ты даешь. Тебя Бог защищать будет. Он является Бог-сирот и Бог-вдов. Вот, найди поистине нуждающихся. Далее. Это город на вершине горы, светится всеми огнями. О милосердии твоем, которое ты проявишь малым сим, возвещать тебя будет и в потомках. Писание так говорит. Это внутренний у тебя мир. Кроме того, если ты щедро даешь, у тебя лишнего ничего нет. У тебя грабить-то трудно. Пример. Были два брата до революции. И они работали хорошо, и наследство было. И они все положили, построили корпуса два и стали собирать ребятишек. Мальчики и девочки. Наняли людей, которые ухаживали, сестры, милосердия. Когда наступила революция, грабили всех подряд. Их все обходили. И матросы пройдут мимо. Э, тут нельзя подходить. Эти люди, ангелы, они собрали всех людей, больных. И вот форпост есть в фильме такой, видел? Форпост. Запиши. Запиши. Форпост. Первый Федор, Олег, Роман, форпост. Они где-то там рядом с Румынией, принадлежат патриарху Кириллу. И монаши собрались. Ну и сначала их мало было, сейчас где-то около 140 человек. Сколько храмов построили. И собрали ребятишек, там у них около тысячи больных, с ПИДом зараженных. И все это показано в фильмах. И главное, у них там отец Михаил Жар, фамилия Жар. Сейчас он епископ Лонгин. И ты увидишь там все, фильм, он каждый год занимает первое место. Вот это настоящая жизнь. Благотворительность. Он весь отдан этому делу. Ну и на практике испытает. Этому надо учить. Вот мы в городе Барнауле, тут на второй строительной были, это такая, барачечного типа улица. Как только Надежда Васильевна какие-то там пироги, что-то сделает, суп там. А рядом живут бабушки где-то. Она посылает у нас племянник, Рома, беги, отнеси. Мы дома в Потеряевке были, жили, две старушки также. Беспризорные они. И отец нас, и мама всегда посылали. Заколят овечку, отрубят. Беги, отнеси. И они нас к этому приучили. В этом все. Милостыня открывает врата ада. Милостыня проводит в рай. В ней все благотворительность, благотворить. Чем ты можешь? Доброе слово. Вот один так творил, добро-то, ну и раздал. И ничего у него нету. И завтра есть-то охота. А он давал всем. И вышел к дороге. Протянул руку. А потом убрал обратно. Ему стыдно. Но он богатый был. Все, как Филарет Милостивый отдал-то. Подходит человек и говорит, ты есть хочешь, наверное? Он говорит, да. Вот надо же. Переодел костюм, не тот, не надел. Посмотрел, нет. Платочки хотел отдать, и брики нет. Он говорит, ничего нету. Взял за руку, пожал. Говорит, прости, брат, ничего нет. Он говорит, благодарю, это тоже доброе даяние. Ты меня поддержал, братом назвал. Это описывает Тургенев Иван Сергеевич. И мало того, один вот так же раздавал и просит, милостью не боялся. И вдруг кто-то ему сзади подошел и говорит, а почему ты стыдишься? Ты не пропил, не прогулял. Ты давал другим. И через это имя твое прославлено перед Богом и ангелами. А теперь тебе кто-то дает, и их имя будет перед Богом. Он оглянулся, а никого нету. Ему дали на хлеб какую-то копейку, полушку. И он поел, и вкусный хлеб показался ему. Вот что такое благотворительность. Почему я спрашиваю? Вот я участвую сейчас, помогаю фондам, которые собирают деньги на три направления, четыре даже направления. Вот одно направление на восстановление порушенных святынь, ну храмов в советское время, которые были порушены. Вот первое направление, второе направление это на развитие воскресных школ православных. И третье направление это, ну пока три может еще будут, третье направление это поддержка, ну как бы организация братств трезвости. Так, все три обманные, все три обманные. Я примерно... Ну вот так. Давай, ну вот как? Храмы строить не надо, они пустые. Не надо на это, если кто люди там живут, как потеряевки, они сами соберут, когда люди, тогда и построят где-то. Второе, второе на что идут деньги-то там? Воскресная школа. А их не надо ничего, собирай и веди. Я 55 лет веду и ни копейки нигде не брал. Это тоже обман. Ну а третье, что они там, кого-то наркоманы или что-то помогать? Ну, видимо, реабилитация. А это стопроцентный обман. Недавно одна женщина у нас тут по скайпу беседовали, и она говорит, я этим занимаюсь. Я говорю, ты посмотри на их лица, кто они? Лодыри. Люди, пропившие свою жизнь. Она мне на завтра пишет тут, говорит, я, говорит, зашла сегодня, ну, пошла, говорит, как на работу-то. Я смотрю, как демоны какие. Сколько там обман, они прожирают все. Не надо этого ничего. Нужно делать так, как делал Иоанн Кронштадтский. Он делал, строили дома трудолюбия, людям давал специальность, комнаты, чтобы работали, могли выйти и свою квартиру купить. Чтобы человек мог начать трудиться. Вот так надо работать. А куда еще деньги собирать? А ты знай нуждающимся, зачем собирать-то? Достаточно, что ты подал и отдал. Почему? А через кого-то. Вот храмы строят, там самое большое воровство. Там примерно, ну, 85-90% разворовывается. Я знаю людей, которые там работали и мне говорили. Когда вскрывали, где там клали и клали, они хватают прям за пазуху, сразу деньги толкают себе. И проверка была, староста схватил деньги, говорит, или убежал. А патриарх Алексей II говорит на это, когда узнал, говорит, какие бандитов напринимали в церковь? Бандиты. Зачем тебе туда давать? Ни копейки. Никогда. А вот увидишь нуждающийся, хорошо, расспроси, действительно ли он нуждается, где он находится. Главное, не дать умереть с голода, чтобы он не замерз от холода. Вот, одетый был. А остальное помочь ему устроиться на работу. Весь мир не прокормишь, ты не солнышко, всех не обогреешь. Но по мере сил. Когда говорят, первые христиане продавали имение, жертвовали и положили к ногам апостола. Имение это не квартира. Имение у него где-то там фазенда, там рабы работают, 100 гектар земли, виноградники. Он это продал и принес. А он как жил, так и живет. А не так, что я продам квартиру, отнесу и к ногам попа положу. Нет. Вот так. Игнат Тихонович, я правильно понял, что вот, например, ну, допустим, вот фонд организовали, сайт там создали. И вот человек зашел там, ну, вот как-то посмотрел какие-то материалы промо и решил все-таки передать вот эту, ну, какую-то там сумму, 500 рублей пускай. Хоп, она перешла. То есть это все в суе, что ли, получается? По крайней мере, как мне известно, те люди, которые там трудятся, ты найди поистине нуждающихся. А что такое реабилитация? Реабилитация это прощение. Я реабилитирован, политзаключенный. То есть за мной ничего нету, и меня восстанавливают в прежних правах. А его еще восстанавливают. И не пей, иди на работу. Не колись, иди на работу. Больше ничего не надо, работы хватает. Я вот учился, у нас отец без руки был, повторяю, руки вот так не было. Инвалид отечественной войны второй группы. Десять ребятишек, десять. Тут с одним не знает, что делать, десять. И мы всегда работали. С пяти лет уже на поле пасли скот. А когда уже стали работать, там я в десятом классе, да-да, в деревне я всем там пилы тащил, ножницы. Ну что нужно сделать? Дали три рубля доехать до Барнаула. А билет стоил два тридцать. Потеряю. Все. Иди поезжай. Ступай в институт. А как? А где я тебе денег возьму? Денег нету. Я сразу же с первого дня должен искать работу пришел. Кому-то дрова напилить. Зимой где-то снег скинуть. Ничего нет, одна же в салон. У меня ничего нет. Я побежал на вокзал. Люди выходят. Гляжусь чемоданами. Можно помочь? Помог. Такси поднес, она вытаскивает деньги. Я уже с деньгами. То есть нужно все время заботиться о самом себе. Не потворствовать. Это расхолаживает людей. Не надо куда-то идти. Здесь рядом. Вот у нас было... Ну, мы собирали несколько раз деньги. Приехал, как его назвать, председатель или руководитель библейского сибирского общества. Булатов Алексей Владимирович. Ну, а у нас еще тут половина инвалиды. Да, эти пенсионеры. И мы всегда собирали шестизначную цифру. Они готовили перевод на уэродский язык. Алтайский. Алтайский уэродцы здесь. Вот. И нужно было покупать компьютеры. Они стали учить еврейский язык в Санкт-Петербурге. Поехали. Они приезжали к нам несколько раз. И он говорит, вы у нас по благотворительности, а он-то по всей Сибири помогает. Вышли на первое место. Понятно? С щедростью человек должен отличаться. Никогда не смотри, что у тебя мало. Господь смотрит не на то, что ты дал, а на то, что у тебя осталось, когда ты дал. Давай, положила там две лепты, положила, все пропитание стоит. Ты видишь, голуби летают? Угу. Тебе видно? Да. Ну вот это тоже, говорится, благотворительность птицам. Замерзают сегодня они. Вот сейчас 35 градусов мороза. Я все равно иду, воробьев кормлю каждый день. У меня полсотни воробьев кормятся. И Игорь дает мне отходы. Голуби едят, а так голуби еще остаются. Я уже жуланов, семечки специально у меня. Сало для жуланов висит тут. Тебе самому интересно. Сижу, смотрю, радуюсь. А это тоже спасение природы, иначе они погибнут. Гибнут они от холода, а от голода. Игнать Игоревич, ну тогда, хоть вы, конечно, много раз упоминали про десятину, но есть такое понятие, базовая десятина, самая основная, а потом еще и вторая, третья и так далее. Вот поподробнее можно про это? Можно. Открывай книгу Тавита, пиши. Книга Тавита, 1 глава, 6-8 стих. 6-8. Вот там все подробно описано. Угу. И у тебя на сердце легко. Вот у нас десятина, у нас торговли в храме нет, ты был, видел. С тарелкой не ходят. С вещи не продают. У нас ничего этого нет. А десятина все решает. Покрыть надо крышу. Все, выделили. Уголь покупают. Батюшка приезжает, деньги дает где-то. Ну, сам знаешь, сколько вещей держит. Ты работал, видел где-то. Матушка там агроном, сотрудничает с Академией, с этой или кто она там у них. Аграрный университет. Там какие-то там семена, что-то. У нее всегда деньги есть. Тебе что рассказывать, когда ты был и жил и видел. У нас на Хлебников никого нету. Все работают. Любого возьми. А возьми Игорь Барабаш. А приезжает к нам Андрей. Андрей, говорю, это. Женя Долгов. Ну, начинал ты там. Взял там 4 гектара, что ли. Потом 45. А сейчас 7600 гектар. Большой совхоз. А у него все есть. И он, видишь, какой он добрый, приезжает. И вот сколько раз мне грейдер давал, пригонял бесплатно. Вот так. А человек не нашего круга еще, но он очень расположен. С женой познакомились. И она, когда трудно, что просит, помолиться, заходит. И все время на наших ресурсах. Так что все перед Богом. Даже слово твое доброе сказанное может повлиять на судьбу человека, на жизнь его. Нечаянно оброненное слово может погубить человека. А об этом Григорий Низкий, брат Василий Великов, говорит. Слово обретает плоть. Оно, тем более, ты наполни речь свою словами, выдержками из Священного Писания, из Святой Библии. Потому что силу Священного Писания мы оценить на земле никогда не сможем. Мы знаем что-то необыкновенное, страшное. И слово, говорит, шло. Касалось земли и неба. И к Богу с большой буквы страшные обращаются. Бог сказал, и ангел пошел, и всех первенцев истребил. Вот об этом книге при мудрости Соломона написано. И услышал, больше никогда к другому не возвращайся и не переспрашивай. Начинай делать. Десятина первая принадлежит священству. Дальше это на устройство храма, там что живут люди. Ну нуждаются. Третья, моя милость, никому ты подашь. Первую ты обязана дать, а вторая, третья, как можешь. Первая 100% обязана. Повеление Божие. Иначе ты обкрадываешь Бога. Малахи, вторая глава. Тем более, все благословения божественные, они заключаются между двух полюсов. Первое, там 12 глава бытия. Никогда не проклинай народ Божий евреев. Никогда, не трожь. Молись только и благословляй их. И второе, плати десятину. А Господь говорит, проклятием вы прокляты, что вы все обкрадываете меня. Все. А то с пенсии платить не надо. Ну, воровка. Пенсия – это труд. Тут сейчас вопрос, а как с материнского капитала, а как с этого? Ну, уразумей. Смотри, как. Что я тебе подсказываю? Студенты у нас были. Как? Тебе платят за что? Чтобы жизнь поддержать здесь? Плати даже ты десятину. И скажи, а мне не хватает? Мы тебе будем здесь отсюда давать три десятина. Но ты отдай, очисти себя перед Богом. За труд. Хотя он, фактически, ты не трудился. Ну, за хорошую-то учебу ему платят. А плохой двоечник он ни копейки не получает. Надо везде благоразумие. Ты знаешь этот рассказ, как монахи между собой не согласны были? Какое доброе дело или что самое ценное? Один говорит, цены – это молитва. Он говорит, молитва – это молитва. А если милосты ты не даешь, что будет? Он говорит, что милосты, если не постишься? Ну, и к Антонию пришли. Одно доказывает, другое – третье. Он говорит, это все хорошее, но не главное. Очень. А что главное? Главное – рассудительность. Не научи, говорит, молиться, он лоб разобьет. Не научи поститься, он с голоду помрет. Не научи правильно милосты не подавать. Он отдал и закалил на улице рассудительность. Я вас постоянно трепал за это. Тебе еще, говорит, растеники не заросли. Ну, это осознаешь со временем, насколько было время благостное в Потеряевке. Ну, как говорят, вот поле растут розы, а там колючки не подойдешь. Когда, говорит, дальше отходишь, колючек нету, а запах все еще слышится. Ветер-то дует, розовый запах-то. А это колючки, которыми досаждал, там побуждал. Мы не сидели зря. И лишних слов не было. Вопрос второй, Игнатий Тихонович. Если мальчик воспитывался матерью-одиночкой, вырос, потом осознал, что не получил мужского примера жизни, мужского воспитания, и хочет восполнить недостающее, как ему быть? Есть какие-то конкретные рекомендации? Есть. Какой возраст у него? Понимаете, ну, разный может быть возраст, может и в двина... Ну, ладно, первое, не трогай бороду, никогда не бороду, чтобы он знал, бороду не трогал. Будет видно, что ты мужчина. Ну, просто... А иначе, что тебе говорит мужчина, ты баба? Вот это первое. Ну, а второе. Пойдешь в баню, ощупай себя со всех сторон, проверь, кто ты. Как тебя проверить-то, когда мужчина тем... Вот и все. Остальное ты уже смотри, учись. Мы никогда не знали, что отец там, это... Есть, нет. Мы сами все это видели, чувствовали. Надо было заботиться, помогать. Которые меньше братья. Учусь уже в городе. Трех сестренок забрал себе. Это на мне лежит. Я должен поить и кормить, заботиться, чтобы они учились отлично. Как он почувствует? А другому нравится так. За запах из-под юбки голову скружил и потерял сознание. А ты держи так, как... Об этом пишет и Нил Синайский, и Сидора Пилусиота написано. Чем строже обращается мужчина с женщиной, тем она больше привязана к нему. У них у всех наклонность-то. Ты же был, когда у нас приезжал Максим Степаненко? Не было? Нет. Это годом раньше он приезжал. Да. Вот. Он об этом говорит. Это полное у нас единение. Ты внимательно слушай, Игорь. Бывает женщина, как Златоуст, говорит, остряет мужчины по каким-то житейским делам. А в основном, вот в Англии были исследования, на 25% ума меньше. На четверть. В среднем. Ну, бывают такие железные леди, как Маргарет Тетчерта. Она всех мужиков превзошла. И однако, когда спросили, для вас, говорит, день начинается, самое важное, что она говорит, накормить мужа. Премьер-министр Англии, как президент. Но главное, это муж. Вот и весь ответ. Если он парень, он должен это понять, обращаться нормально, ласково, защищать, где требуется. Но нигде воли своей женщины не отдавать. Нигде. Сразу, чтобы она знала. Письмо написала, не отправлять, пока он аминь не поставит в конце письма. Ни шагу, никуда. Сейчас мне прислали из Казахстана. Нынче одна приезжала, Рахи Загидулина. Вот. Ролик. Я не могу его снять, он как-то так интересно снятый там. Что-то мужчины лежат, что-то их пинают, бьют. Что такое-то? А потом показывается, люди расходятся, как ящики гробы. И там ребятишки лежат, дети. И вокруг все обложено льдом. Они, их детей умерщвали из Казахстана. 300 детей потерялось. А куда остатки девали, когда там органы берут их? Остатки, говорит, просто доедали и все. Жирали. Сегодня тысячи детей теряются где-то. Потому на шаг ребенка никуда не отходи. Сам нигде ни в чью машину не садись. Ни с женой от себя, ни на шаг нигде. Они все-таки нападают там, где чувствуют, что можно поживиться. Богатые требуют. Но этому конец будет. Бог видит это беззаконие. Этот садом будет разрушен. Все, тут добавить нечего. Если он не знает как, пусть к нам приезжает. Свяжется с нами. На лето дадим ему возможность побыть у нас. Должны быть у него средства, чтобы побыть. Мы ему скажем, зайдет, пускай по скайпу. Он будет мужчиной. Он увидит, как надо обращаться. Дети, взрослые. Он каждый день будет видеть. Ну, ты видел? У тебя как Максим Степаненко, он представитель миссионерского отдела, называется, Томской епархии. И обо мне там написал. Говорит, мужик с большой буквы. Чтобы все ты умел делать. У тебя должно быть несколько специальностей. Чтобы все должны быть накормлены, напоены тобой. Ты хозяин. Как когда бывает очень трудное время. Ну, и одну булку хлеба достали. Трое ребятишек. Кому в первую очередь? Все. Ребятишкам. А вот это как раз неправильно. Если ребятишкам, отец голодный. На работу не выйдет. И вся семья умрет с голоду. Первое, самое лучшее, всегда должен мужчина есть. Он должен быть в полной силе. Чтобы его видели, его можно нанять на работу. А работают, значит, будут деньги, будет хлеб, будут булки. Рассудительность должна быть. Ну, и если человек другой знает, слышит это, он неправильно рассуждает. Над женщиной тиранство прям устраивает где-то по пустякам. Да куда ты годишься-то? Тебе показано, люби жену, какая бы ни была. А женщина какая бы ни была, мужчина какой ни был, в послушании будь. Ну, и смотри, где он, к чему зовет. Он скажет, не ходи больше в церковь, тут ты не должна слушаться. Через топор перепрыгни да уйди. Угу. Услышал. Дай Бог. Дай. Что-то я прям завис. Ну, что-то я там третий, ты писал вопросы. Я отвечать могу только по скайпу, у меня времени нет на другое. Ну, да. Ну, все, в принципе, вот два вопроса базовых. Просто я вот, ну, то, что вот один ролик ваш, я парню его, есть такое мужское движение, вот сейчас, ну, на ютюбе каналы мужчины там пишут, какие-то вот проблемы поднимают. Взаимоотношения полов мужчина с женщиной, все. И вот один ролик-то я дал ему, где вы, где Володя спросил, что есть подкаблучник, и вот, и где вы описали все это на, на, на примерах Библии, на примерах житий. И понравилось очень, вот там, там больше тысячи лайков за сутки поставили, ну, то есть, что понравилось видео. Хорошие там есть комментарии. Ну, то есть, тема очень жаркая, востребованная. Игнатий, я считаю, что вот вы, как, вот вы воспитывались в такой семье, где папа, мама, там, братья, сестры много, постоянный труд, обязанности, это просто благословение Божие. А когда человек воспитывается, вот я еще раз повторю, там, либо мать-одиночка его, как правило, воспитывает, вот, ему вот это не достает. Вот, примера, и вот, и он, и вот сейчас вот мужчины, как правило, вот они, у нас много таких, и мы вот интересуемся, хотим вот найти вот это вот все, и опыт какой-то почерпнуть, и информацию правильную. И это очень прям, как губка. С 10 июня потеряю, проститесь, позавчера мне звонил, вчера звонил Игорь Барабаш, староса деревни. Какой-то человек с нами не созванивался, у нас запрет по уставу зимой, там некуда идти. По всей вероятности он доехал, где сворачивается с трассы, тут 16 километров, а там дороги нет, ездят они на снегоходе до урывки, а с урывки, тогда-то там на трассу на машине, машину оставляют, опять на снегоход домой. Вот так они ездят. А этот человек, Александр звать, никто его не знает, никто, видимо, он услышал, ну, самовольно. И как он, видимо, увидел там железную дорогу и пошел напрямую, дороги-то нету, по полям-то, я так предполагаю это. И дошел до переезда, и там его поезд разрезал. Все, теперь, ну, меня позвонили, мне узнали, ты знаешь, нет никогда. Я и летом-то запрещаю, только когда уж очень хорошо узнаю. Тебе вот разрешено было, ты вызвал доверие. И я делаю, как маленький экзамен человеку, ну, и видно уже, что пакости не будет никакой. А это кто такой, чего, где, как, ничего не знаем, пока никаких известий нету. Вчера, что ли, или позавчера это было? Угу. Так вот. Игнать Игоревич, ну, все, пока. Ну, слава Богу. Володя, иди. Пару слов Виталию. Мы говорим, ты уехал, никаких худых слов нигде не говорил. Слово «проблема» я не употребляю, запомни. Ну, да. Нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос. Никакие слова «проблема» исключи, они не нужны. Так, скажи брату что-нибудь. Он сам все видит, слышит, что ему говорится. Ну, я за Никиту, за Никиту прям, ну, зарадуюсь. Он изменяется потихоньку. Приятно. Ну, да. Это работа ежедневная. И там, вот, я посмотрел, на меня тут нападают. Я говорю, ну-ка, Никита. Он разбирается. Посмотри, я их заношу, там, черный список, называется, заблокирует. Матерками, матерками прямо лезут там. Он посмотрел, ты 3500 человек уже занесено. 3500. В день человек по 80 заходит, который меня получит со всех сторон. А им деньги, видимо, заплатили. И они одно и то же, под разными нами. Если бы платили за регистрацию канала, они бы... А так, что он? Сразу один нападал какой-то. И говорят, это китаец, он так. И нашли у него. У него 50 уже заготовок было. 50. Я их прошел все, 50 заблокировал. Он, видимо, сумасу в одну другую не работает. И он отстал. А то нет никакого спасения. Это в моем мире было. А это в Ютубе. Ну что, все, если то, до свидания. Давай. Да. Богом. По славу Божию. Любую. Давай, выключаем. Субтитры создавал DimaTorzok